здравствуйте уважаемые зрители канала cbc и радиослушатели канала cbc fm в эфире передачи женский фактор я ведущая лейла сей дзаде на прошлой передаче я говорил о том что у нас новый сезон и в этом сезоне нас ждет очень много международных проектов международных интервью мы продолжаем исполнять обещанное и сегодня у нас телемост с узбекистаном у азербайджана с узбекистаном очень много связей во всех отношениях и конечно же передачи женский фактор не могла остаться в стороне потому что женщины это главные игроки в налаживании диалога у нас быть не один выпуск связаны с узбекистаном и мы сегодня начинаем с нашей гости которая сама по своему образу жизни рождению подходу к жизни объединяет на самом деле эти две страны очень знаковая сегодня у нас передача потому что мы начинаем передачу с гости которая этническая азербайджанка но которая родилась в узбекистане живет работает и также создала семью тоже в узбекистане гюльнара ханом бабаджанова гюльнара ханом является директором и партнером центра профессиональной оценки intel членом правления общества оценщиков узбекистана а также советником евро брокер групп гюльнар хан здравствуйте добро пожаловать на передачу узбекистана хаммаги ассалам алейкум такое приветствие у нас тоже получилось и международная очень приятно что вы сегодня у нас на передаче мы сегодня будем говорить об узбекистане глазами женщин да вот больше так и о женском факторе как явление в узбекистане из перечисленных ваших должностей и регалий становится понятно что в узбекистане женщины также активны как в азербайджане занимают посты и государственные и общественные и активно увеличены в бизнес жизнь я знаю что вы активно выстраиваете также мосты между азербайджаном и узбекистаном ваша роль я знаю достаточно весомая в этом вопросе и очень радостно что сегодня вы у нас на передаче приняли наше приглашение и у меня к вам очень много вопросов по узбекистану и по жизни женщин в узбекистане добро пожаловать еще раз расскажите о себе потому что вы сама и есть носитель вот того мостика скажем так расскажите о том где вы родились немножечко жизни я гульнара абабаджанова у фантазе родилась узбекистане городе ташкенте родители у меня родились в азербайджане закончила школу-гимназию потом поступила на тот момент это было при центральном банке республики узбекистан учеба по специальности банковское дело потом поступила в университет экономики республики узбекистан но я как бы параллельно работала свою первую как бы свою трудовой деятельность да я начала именно в банковской сфере мне было вот как бы всегда интересно я всегда даже вы знаете сейчас молодежи да многим говорю говорю банк это очень хорошая школа потому что дальнейшем да вы можете сами открыть да вот у вас будут свои бизнесы и мы все знаем что все операции как бы происходит но проходит через именно бак в банке я начинала первое это было меня управление именно по айти потом это был протокольный отдел потом это было именно международные отношения да даже на тот момент я помню я у других банков тоже да вот что то есть вот новое было я у меня сестра тоже банкир кстати она работала я с ней советовалась и мне всегда хотелось какие-то новые да вот например проект на финансирование открыть что такое то есть постоянно что захотелось новое открывать генархан из перечисленного можно сделать вывод что вы работали не традиционно женских сферах то есть вы в общем то начинали свою карьеру и сейчас так сказать перечисленного понятно что ну вы достаточно активную экономическую социальную позицию занимаете как женщина можно ли по вам судить о положении женщин в узбекистане то есть активно ли женщина в узбекистане да женщина в узбекистане очень активные сейчас вы знаете вот со стороны нашего уважаемого президента шахката миромарыча березьяева очень много сейчас уделяется внимание именно да вот чтобы у нас сейчас очень много например на руководящих должностях женщин потом всякие вот именно войти сфере тоже да вот сейчас начали ну чтобы вот было и войти сфере женщин потом именно точные науки потом очень много сейчас внимания уделяется именно образование вот образование чтобы со стороны государства выделяется гранты вот если например девушки женщины хотят поступить магистратуру это все у нас сейчас идет за счет именно госбюджета потом девушки поступают через банки например можно взять у нас именно на контракты выделяется вот за обучение да что контракт оплачивались и беспроцентные именно если девушка поступила и также вы можете например закрывать эти контракты через пять лет то есть имею ввиду да вот это с этой стороны потом у нас была такая вот система внедрена и там было очень много женщин которые были включены в эту ну это как тетрадь называлась и там тоже очень много было им вот помощь да вот оказывалось вот что экономическая страна что психологическая что то есть имею ввиду что уделяется очень много в ритм ну сейчас да вот именно очень много выделяется женщинам чтобы они были и на руководящих должностях также у нас вот планируется да вот увеличить именно долю женщин студенток которые обучаются по направлению именно точных наук ну то есть это например техника да и право то есть вот на это тоже да каждый каждый год именно изучение этих дисциплин это очень интересно потому что ну это новые достаточно сферы и интересно что государство уже поддерживает активно да компенсируется да вот именно за счет бюджета суммы контракта девушек которые будут обучать еще магистратуру точно также будут за счет именно госбюджетов которые например хотят женщинам учеными стать то есть пожалуйста там поступать в докторантуры это тоже у нас будет со стороны именно то есть на образование очень большое да вот сейчас именно на образование а вот при том что женщин так активно вовлекают да скажем социально-экономические процессы но узбекистан достаточно близок к азербайджану ментально и я думаю что семейный уклад и значение женщины в семье я думаю что она достаточно схожи с азербайджанским подходом а как это все сосчитается то есть как получается совмещать семью и активно общественно-социальную жизнь ой вы знаете я всегда так говорю что все зависит от человека самого у нас в узбекистане всегда так говорят санна харакят маннам бараке то есть все за счет труда да я считаю что сами по себе женщины они это сильные и что есть вот себе цель поставить то можно можно быть и прекрасной супругой можно быть и прекрасной мамы можно быть прекрасной невесткой да вот для своих именно у нас здесь очень вы знаете вот это вот именно уважение да для вот свекрови свекр да вот ну очень это вот как бы на таком уважительном вот уровне точно также можно заниматься и образованием карьеры над собой работать также например быть членами ассоциации деловых женщин там должна вот у нас очень вот ну вот я являюсь очень много бывает всякие мероприятия бывает что например приглашает и ты выступаешь где-то лекции причитаешь где-то например выступаешь как и коуч то есть точно также можно и на кухне что-то готовить вкусно вот у нас дома например любят всегда разные кухни но у вас супруг он узбек верно да 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 у меня супруг по национальности узбек вот у нас даже вы знаете я вообще вспомнила такой момент у нас когда была свадьба на тот момент послом азербайджана в республике узбекистан был аббасов нами крошидович а я вот но тоже скажем так тесно да очень так вот сотрудничала там с молодежи работала вот при посольстве и он на свадьбе когда у нас был он вот тоже так вот такой вот такой запомнился да этот было очень много гостей до из разных стран вот именно вот когда он вышел и сказал вот речь это тос да он говорит как гордит это горшот два таких горд туркоязычные да вот нации два братских народа горит и такой горит прекрасный брак но честно вот было очень как бы да вот приятно имею ввиду ну потому что мы все равно вот похоже да у нас вот менталитет да вот всякие обычаи все равно похоже а расскажите немножко вот роли женщины в семье вы говорите похоже какие ожидания от женщины как правило ожидания вот я сама лично когда я еще не была замужем я всегда хотела жить со свекрами со свекровью вот это вот было какое-то мое желание это не стандартное желание в общем то надо сказать когда не иногда да говорила например да своим там подружкам знакомому они горят гульнар как я говорю мне нравится потому что знаете вот мне нравится когда дома есть вот именно вот эти вот люди имеют свекор свекровь бабушки дедушки вот то есть вот с ними когда вот какие-то вот ценности вы от них много чего учитесь с ними вместе сидеть вот знаете вот так вечером приходили все с работы подытоживали рассказывали друг другом я всегда говорила что я бы хотела бы вот со свекрови своей быть вот как мама с дочкой это тоже был мой нет ну как бы я вот у всевышнего да вот как бабах это и просила и знаете так и получилось так и получилось что вот в семье я считаю что все равно в семье вот эти вот ценности уважения воспитания да вот какое-то вот взаимопонимание это вот семье должно быть то есть система такая же это взрослые да ну как старшие ах берчай ахсакал как у нас да говорят да 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 знаете это это здесь есть и вот мне например это очень да вот как бы всегда вот нравится импонирует но вы знаете как говорят же я шиньиат я ромал у нас вот так говорится из этого человек всегда должен вообще о хорошем я так считаю что всегда должен хороший не отделать и о хорошем всегда это позитивные мысли оптимистым быть и вот это все человек сам как бы и притягивает когда мы говорим про узбекских мам. Как узбекские мамы воспитывают детей? Узбекские мамы, вы знаете, воспитание здесь очень как бы большую роль играет. Я тогда считаю, что надо быть и другом, чтобы твой ребенок чувствовал, что вы как бы друг, вот это вот все давать, но в то же время я считаю, что с детишками и строгость должна быть. Вот и построже, и как друзья. Ну то есть, знаете, всему должна быть, вот везде должен быть баланс. Я так считаю, что нельзя и не так, и не так. Вот баланс, всегда нужно держать баланс. До пяти лет, говорит, надо к детям относиться как к королям, а после пяти лет надо к детям относиться как к слугам. К рабам, да. Да, да, да. Мы все-таки восточно, мы как-то вот, мы стараемся. Ну я вот, например, стараюсь детей своих с маленьких лет приучать к труду. Но при том, у вас два мальчика. Да, у меня, да, у меня два сыночка. Как-то вот к труду, я всегда им говорю, вы завтра будете тоже, да, глава семьи, у вас будет семья. То есть, вот как-то вот, ну, в семье мы стараемся, да, вот детям, чтобы не было так, что вот, да, вот дети вам все вот как бы так на блюдечке давать. Нет. У меня всегда так, мотивация. Я вот всегда даю детям мотивацию. Гильнар Хам, а возвращаясь к общественно-социальной, профессиональной жизни, вы работаете практически со студенческих времен и достаточно нестандартной, скажем так, для женщин обстановки. Как вы строили карьеру свою? То есть, не секрет, что есть сферы, где женщинам достаточно сложно пробиваться. То есть, они не чувствуют определенной поддержки, где-то доминируют мужчины, и поэтому достаточно сложно женщине пробиться. Там это, как правило, IT-сферы, и банковская сфера, вот более такая как бы, и банковская сфера, кстати. У меня была гостья на передаче из банковской сферы на высокой позиции, и она, и вот во время передачи с ней мы вспомнили такую фразу, что о женщинах на руководящих позиции в банковской сфере говорят, что женщина, как кислород. Чем выше, тем меньше. Потому что, по статистике, на самом деле, в мире только один процент женщин-руководителей в банках. То есть, это, в общем-то, по миру не так уж много и не так уж популярно, присутствие женщин. А как обстоят дела с этим в Узбекистане? То есть, сталкивались вы, знаете, с чем вы сталкивались? Нет, ну, у нас, я, в принципе, знаете, опять-таки, труд. У нас ценится, когда человек, вот они видят, что человек действительно работает. Человек работает над собой. Потом, вот, например, в банковской, да, сфере у нас всегда готовили универсалов. Я вот была, был в Азербайджане по приглашению, да, уважаемого президента республики Азербайджан. Я тоже была в этой делегации съезд азербайджанского мира, который проживает за границей. Мы как бы, да, вот были в гостях. И на тот момент, я, когда работала в банке, я хотела коротношения сделать, вот, ну, между Азербайджаном и Узбекистаном. Я помню, мне сделали когда встречу, но я тогда была очень юная. И когда мне делали встречу с руководителем банка, я помню, я вот с собой взяла устав нашего банка, все, да, вот эти документы, я ему показываю. И он мне как-то, вот мы с ним начали разговаривать, он мне начал вопросы задать. Он мне говорит, ты такая, говорит, вроде бы, ну, он даже, я помню, меня назвал, говорит, ты такая, говорит, маленькая, ты открой, говорит, знаешь столько. У нас, мне что нравится, да, вот у нас в Узбекистане готовят универсалов. То есть, вот, например, вы работаете, да, в этом отделе, если вы уже, у вас как бы ротация происходит, вас переводят в другой отдел или в другой департамент. Вы там учились, да, вот, например, вы проработали в проектном, потом вас перевели, например, в кредитный департамент, потом вас перевели в денежные переводы, в ВЭД, и то есть вы уже выходите, да, вот как банкер, а я еще работала именно протокольно, потому что отдел, и именно управление банковской деятельностью, то есть все охватывало. Даже когда проверка приходила, да, вот у нас, то есть протоколы, все документы я отдавала. И мне вот, я сама даже говорила, я говорю, я уже это знаю, я хочу что-то другое, новое учиться. Я помню на тот момент, он мне говорит, а Гулинархан, вы мне хотели бы, говорит, проработать, говорит, у нас. Вот на тот момент, ну это было давно, ну, тогда я была не замужем, а у нас папа очень строгий насчет этого, он как бы не пустил, да, вот, ну, очень много было, даже, скажем, за границей учиться, но отец у нас как бы не пускал, но я всегда говорю, а то разы, как говорится, Аллах разы, то есть у нас в семье так было, да, ну, и раз отец сказал, значит, он лучше знает жизнь, ему виднее. И вы знаете, я сейчас вот смотрю и говорю, я благодарна ему, честно сказать, за такое воспитание, что все-таки то, что вот он нас, он знал, да, вот он все-таки жизнь лучше нас знает. То есть я хочу сказать, что по карьере работали, пожалуйста, работаешь над собой, они видят, что человек справляется с работой, дает тебе расти, потому что после именно банковской системы я уже хотела, ну, что-то, да, вот еще новое, я вот после банка я ушла в аудиторскую компанию, я вот была генеральным директором, помню, на тот момент тоже это у нас было с России, да, вот как бы компания. Потом мне стало интересно именно вот быть бизнес-аналитиком. Это у нас называется, это оценочная деятельность, а в загранице, ну, больше они говорят бизнес-аналитик. Потом вот уже пошла у меня оценочная деятельность, то есть я, скажем так, так, перехожу, работаю, а потом уже хочется быть уже самой, да, скажем так, одним из уже соучредителей, владельцем именно в этой компании. Да, конечно. Да, потом это был консалтинговая компания. Опять-таки это все идут, группы финансовых компаний, это все вокруг именно финансовой услуги. Вы женщина-предприниматель, но женщинам-предпринимательницам уделяется большое внимание по всему миру, и в Азербайджане тоже. И в целом есть мнение, что важно женщине заниматься предпринимательской деятельностью, потому что это экономическая составляющая, безопасность, независимость и так далее. Как обстоят дела с женщинами-предпринимательницами в Узбекистане? Я понимаю, что они есть, но виден ли рост, увеличение женщин, которые вовлекаются в бизнес, или женщины больше предпочитают какую-то другую сферу? Нет, у нас, опять-таки, предприниматели-женщины очень поддержка есть, опять-таки, со стороны государства. У нас даже глава государства, я вот помню, он подчеркнул необходимость даже поддержать предпринимателей, которые обеспечивают занятость именно безработных женщин, даже вот видите, вплоть до того, что если у них будут именно работать женщины. То есть даже им, я помню, анонсировали всякие налоговые льготы, а также торговые преференции были для них. Гульнар Халм, а как вы думаете, есть ли потенциал у узбекских и азербайджанских предпринимательниц открывать, расширять бизнес на обе страны? Есть, есть, даже, опять-таки, подчеркну, вот недавно, в мае месяце, но это уже можно сказать, что на таком уровне, да, где у меня вот конференция, связанная именно с Азербайджаном. Третье, вот первое, как я до этого сказала, это был съезд, это было, да, вот именно по приглашению уважаемого президента республики Азербайджан. Второе, это было мы евразийские, опять-таки, это бизнес-аналитика в евразийский такой конгресс был, когда именно Узбекистан тоже, да, вот стал как бы членом этой именно евразийского конгресса, он проходил как раз в городе Баку, и вот третья вот поездка, недавно это у нас было в мае, это именно туркоязычные страны, то есть объединить именно в сфере оценочной деятельности. Там вот у нас как раз участвовали, да, вот такие страны, как Турция, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Кипр. Вот тоже, да, как бы вот участвовали, и там же, вы знаете, там же меня начали приглашать именно, да, вот вот разные именно ассоциации деловых женщин, вот был такой фандер-клаб, есть вот Атюб, да, вот у нас опять-таки это Азербайджан, Турция, Узбекистан, как бы Ишадам Ланы Берли называется. Я там тоже, да, вот как бы имею, с ними тоже я работаю, и мы когда были в Азербайджане, мы сказали, вот сейчас мы иншаллах хотим провести форум, то есть, например, да, вот женщины-предприниматели приедут в Узбекистан, а потом, например, именно сделать визит наших, да, вот наших узбекских женщин-предпринимателей именно в Азербайджан. Уже были, уже пару именно женщин с Азербайджана приезжали, мы встречались, как бы, да, вот с ними. Также, когда в Азербайджане были, мы тоже встречались с академиками, женщинами, с профессорами, очень такие интересные личности, нет-нет, мы с ними связываемся, да, вот по телефону, то есть очень интересно. Гильнара Ханом, как вы думаете, в чем может быть особая роль женщин, именно женского фактора в укреплении и развитии связи вот этих двух стран? Вот в чем этот женский фактор? Знаете, много чего, как бы, через женщин, да, имею в виду, вот прислушивается, то есть какие-то идеи, что-то. Очень много сейчас есть, говорю же, вот разные вот бизнесы, да, вот выходят, говорят, вот давайте это сделаем, это сделаем. И как-то вот больше все-таки через женщин это идет, я так думаю. Гильнара Ханом, мы поговорили с вами о том, как женщины работают, о том, как женщины ведут хозяйство, но давайте напоследок поговорим о том, как женщины отдыхают в Узбекистане. Как принято отдыхать женщинам в Узбекистане? Вы знаете, здесь отдыхаем, но больше, вот, например, я, да, вот когда я куда-то отдыхать еду, я как-то больше хочу с детьми. То есть для меня, вот, то есть семейно, скажем так, вот семейно, семейные друзья, или вот есть вот родственники, да, вот вместе собрались и куда-нибудь вот поехали, отдохнули, но обязательно с детьми. Недавно у нас вот тоже была поездка, мы в прошлом году, семейные друзья собрались, у нас было 18 человек. Вот вот собрались и с детьми. И когда вы вот представьте, вот мы полетели в заграницу, отдыхаем, и когда вот мы куда-то приходим и говорим, а вот у вас есть места, можно мы там поужинаем? Нам говорят, а вас сколько человек? 18. Везде же там же броня, говорят, нас 18. Вот я больше, наверное, вот получаю, как бы, скажем так, такой вот позитив, когда я именно вот отдыхаю с семьей своей. То есть вот, хотя некоторые у меня подружки говорят, нет, вы знаете, говорят, хорошо же, говорят, отдыхать, говорят, когда, давайте, говорят, как, ну, подружки, вот сами вот подружки соберёшься. Ну, не знаю, у всех ответ-таки какие, да, вот взгляды же разные. Я люблю всё-таки, когда супруг, когда детишек мы забираем, с ними вот совместно, вот вместе. Очень интересны ваши вот такие частные истории, мне кажется. Они больше говорят о реалиях, да, вот о том, как происходит общение, о том, как это всё в быту происходит, нежели какие-то, да, официальные заявления. Спасибо вам за такие личные рассказы, личные такие добавления в наше интервью. У вас, конечно, очень тесное переплетение Азербайджана и Узбекистана. Но хотелось бы задать вопрос, может быть, немножко провокационный. Кем вы себя больше ощущаете? То есть вы азербайджанская женщина или вы узбекская женщина? Я вот вспоминаю слова Гейдара Алиева. Он же всегда же говорил, «Мен хамши ди фахри ламшам, хамши ди фахри ламшам, что мэн азербайджан ям», да, то, что вот уже меня Всевышний Аллах создал, вот уже, да, что вот я родилась именно, да, алхамдуллах, мусульманкой, азербайджанкой. Но то, что я гражданка, именно вот я родилась в Узбекистане, что именно я гражданка Узбекистана, вот это тоже, да, я имею в виду, вот я себя, наверное, ощущаю, что вот, скажем так, и узбечкой, и азербайджанкой, вот как бы так. То есть, скажем так, вне этих двух стран вы, когда спрашивают, есть ли здесь узбечки, вы тоже откликаетесь, я так понимаю, и на есть ли здесь азербайджанки. Да, да, да. Я просто это, да, да, я вот сейчас вспомнила, ну, ну, я сам по себе очень верующий человек. В марте месяце были в Мекке, да, в Умре, с братишкой, вот мы мама, да, вот мы все поехали туда, и там тоже, вы знаете, давали разные нации, потому что мы же там вот все вот как бы ходим. Одевали одежду, если вот что-то вот из национального адраса, нам даже все говорили, где вы это купили? Вот настолько, говорит, красиво, да, вот наш вот этот вот адрас, чёрно-белый, а мы там и вот халату как-то вот так вот, и мама, и я так были одеты, и братишка что-то, да, вот национальное. Точно так же мы с мамой как бы одевали и наш вот азербайджанский, видишь, вот платок нашёлковый. Келлагае. Келлагае, да. А там вот так на нас смотрели всё-таки вот эти вот, я имею в виду, да, вот по одежде же вот говорят же, именно вот арабы к нам вот подходили, да, вот арабы там, больше турки, говорят, ой, говорит, как бы вы именно, говорит, с Баку, говорит. То есть вот даже там, да, имею в виду, вот это вот есть, да. У меня точно даже детишки тоже с такой прям вот, знаете, гордостью вот начинают говорить, что я, говорит, это, да, я наполовину, говорит это узбек наполовину город азербайджан даже конкурс когда был там с разных стран мой ребенок старший сулейман имен он например представлял азербайджан и занял первое место он даже станцевал азербайджанский танец и как бы дай мне виду и также именно вот здесь у него была азербайджан вот первое место занял вот как бы у нас тогда и также вот свекр я всегда вспоминаю слова моего свекра когда он в ленинграде аспирантура у него да вот докторскую все делал защиту он говорит я всегда горсам горд хотел горд очень горд жениться горд на азербайджанке ну вот говорю он очень так у нас известный профессор много книг выпустил да вот до сих пор в ташкентской академии студенты многие занимаются по его именно учебно он и на внешность вы знаете когда я со свекром мы были на мероприятиях все думали что он мой отец настолько вот я имею ввиду вот внешность хотя чистокровные чистокровные как бы узбек да он у меня то есть я имею ввиду настолько вот близкие близкие хочу сказать по духу близкие все-таки эти две нации узбекистане азербайджан они очень близкие спасибо большое гульнар хам я думаю что мы продолжим исследовать узбекистан глазами женщин это был наш первый выпуск очень рада что вы стали гостей именно этого выпуска желаю вам успехов и много сил для продвижения усиления связи между узбекистаном азербайджаном и конкретно между азербайджанскими и узбекскими женщинами спасибо большое всех благ до новых встреч и благодарю вас за приглашение вам также желаю всегда здоровья благополучия и всем нам всегда мирного неба над головой спасибо благодарю уважаемые зрители и слушатели это была передача женский фактор мы исследовали сегодня узбекистан глазами гульнара ханом а впереди нас ждет много сюрпризов в этом сезоне оставайтесь с нами спасибо до новых встреч